добрый день всем привет с вами ваша каганович я маркетолог компании вестерн бит сейчас я хочу поговорить о 7 вещах которые вы можете сделать в ebay которые помогут стартануть дать толчок вашим продажам ну это на случай того если произошла какая-то стагнация продаж вдруг там продажи упали ли не вдруг в общем вы долго не заходили в магазин что делать в этом случае кстати я хочу сказать что есть у нас большой вебинар на тему кассини и как работает эта система и как постоянно выйти на первые страницы поисковой системы как научиться торговать на ebay лучше других то есть побеждать конкуренцию вот на это видео посвящено именно таким маленьким штучкам которые вы можете сделать для того чтобы подтолкнуть вытолкнуть ваши продажи вперед в зависимости от того сколько у вас вещей лежит в магазине если скажем несколько сотен то возможно эти советы помогут вам продать две три четыре вещи сразу после того как вы это сделаете значит самое лучшее правило ну я не знаю это очень простая вещь вот это сделать просто refresh your store что значит обновить ваш магазин это значит вы берете прямо с копом все свои листинги идете в листинг менеджер sales менеджер и там выбираете их все и просто делайте этот о и отправляете их все без каких-либо изменений просто одновременно все вместе но я не знаю если у вас там тысячи листингов то наверное по 500 за раз вот но если меньше вы понимаете короче говоря все одновременно и таким образом ваш магазин получается такой обновленный с точки зрения кассини это очень помогает это первое что можно сделать второе что можно сделать это когда вы изменяете цену вы можете изменить на одну копейку на один цент практически то есть можно сказать не меняя ничего но изменив там на один и на пять центов сразу тем людям которых уже есть ваш товар в корзине или которые смотрели на него они сразу увидят что там прайс чем что изменилась цена вот и это тоже очень помогает и система кассини тоже выводит ваши листинги вперед третья вещь которую я просто проверяла неоднократно и она действительно работает я вообще хочу дать этот сайт всем продавцам это очень важно чтобы вы всегда принимали предложение от покупателей except offers то есть даже если вы выставляете по фиксированной цене всегда имейте опцию чтобы покупатель мог вам прислать свое предложение очень часто предложение может отличаться от вашей начальной цены там на 5-10 процентов и конечно вы его примете но скорее всего но очень часто покупатели делают очень низкое предложение предложим выставили товар за 20 долларов а вам сделали предложение за 5 долларов и вы не хотите его принимать но не спешите отказываться от него даже если вы не хотите принимать это предложение оставьте его пускай выйдет срок годности этого предложения это помогает вам в системе кассини сам факт того что вам сделали предложение выйти вперед а это раз второе я очень рекомендую принимать предложение то есть даже если это низкое предложение ну нет я конечно не могу судить то если у вас потеряете на этом деньги вам это совсем не выгодно конечно не принимайте его но если у вас все-таки есть такая возможность пожертвовать этой суммой да и даже за низкую цену продать после этого происходит увеличение но я не знаю зависимости от процента сколько у вас выставленных вещей если у вас там выставлено 100 вещей может быть там я не знаю еще несколько продаж может сразу после этого произойти ну а если тысячи вещей то понятно намного больше значит а вот это вот принятие предложения от покупателя это очень очень полезная вещь значит а четвертую вещь которую вы можете сделать это всегда отвечаете на вопросы ваших покупателей если вам задали вопрос и вы на него не отвечаете или долго или вообще не отвечаете это очень плохо рассматривается кассини опять отодвигаются назад теперь номер пять если вы отвечаете даете отзыв вашему покупателю то это тоже рассматривается положительной системой кассини то есть старайтесь если у вас произошли продажи оставить покупателю обязательно свой отзыв значит а и это тоже будет вас продвигать вперед вещь номер шесть это когда вы делаете sell similar помните я рассказывала в предыдущем видео о том что что делать в случае если у вас не продался товар что лучше выставлять его на вы листы или делать цел сыма лучше делать цел сыма потому что ибо и дает вашему листингу новый номер значит еще один совет к этому если вы делаете такой вы листы то вы можете изменить или поменять там чуть-чуть одно или два слова в заголовке и это тоже даже с этим sell similar поможет вам продвинуться вперед и теперь последнее номер семь если вы уже совсем ничего не хотите делать не обновлять магазин не отвечать покупателям и вообще все это уже сделали самое последнее самое маленькое что вы можете сделать это загрузить app на свой телефон и просто время от времени скажем раз в день просматривать свой магазин открывать свои листинги закрывать их просто на них смотреть поверьте или нет но кассини реагирует на это тоже я понимаю что конечно то о чем я сейчас говорю это очень маленькие микроскопические вещи но понимаете что очень часто для того чтобы просто стартануть или дать ну как бы новую жизнь кислород вашему магазину вашим продажам необходимы вот всего лишь такие маленькие подсказочки маленькие штучки которые вы можете сделать в ebay и возможно что вы выйдете из этого затора и ваши продажи опять пойдут полным ходом надеюсь вам была интересна эта информация пока